Так стартовал третий краевой чемпионат по гребле на драконах. Этот вид спорта набирает популярность. Каждый год увеличивается количество команд. К примеру, в этом году их 18. Среди спортсменов, студенты вузов, спортивные клубы и сотрудники различных предприятий. Состав команды 10 гребцов, рулевой и барабанщик. Самое тяжелое, меня сразу посадили на руль, как-то так выбрали. И самое тяжелое было понять, как управлять данным судном. Тяжело вообще управлять? Первые 10 минут, да. А затем уже начинаешь привыкать и ловишь момент. Ловить момент и задавать боевой темп и настрой – задача для барабанщика. Барабанщик – это ключевое звено лодки, я считаю. Нет, на самом деле барабанщик – просто связующая цепь между каждым участником лодки, для того, чтобы мы были гармоничны, единовременны и быстры. Кстати, этот год удивляет и наличием исключительно женских команд. Прошлый год у нас были только миксы. В этом году появились еще женские команды. Мужские команды еще не набираем. Все пока хотят гоняться миксами. То есть 6 мужчин, 4 женщины на веслах, рулевой и барабанщик, независимо от пола. То есть мы сегодня гоняемся на 200 и 500 метров. 29 и 30 июня уровень повысится до международного. На Барнаульском грибном канале пройдет международный культурно-спортивный праздник, алтайская регата, фестиваль драконов. Приезжают команды, причем национальные сборные из стран Индонезия, Малайзия, Филиппины, Мнияма, Вьетнам, Камбоджа, Индия, Узбекистан и наши российские команды. Надеемся, что из Китая тоже приедет команда. Есть шанс, что от Алтайского края выступят несколько команд. Впрочем, заезды обещают быть жаркими на 200, 500, а особенно на 2000 метров. Ведь по расстоянию эта дистанция практически огибает весь остров. Юлия Щепина, День с толком.